Прошу вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Благодарю вас. Ну, здравствуйте. Прошу. Коммергер Артищев, генерал Потапов. Известный нефтепромышленный господин Мирзоев. А это новый член Политсовета, рабочий с производства, депутат Моссовета, господин Куликов. Прошу любить и жаловать. Ну, с бароном Остен Саккином и господином Зубовым, который оканчивает военную академию, вы уже знакомы. Наш гость из Великобритании. Прошу садиться, господа. Господа, для любезности у нас нет времени. Перейдем к делу. Черчилль уверен в скором свержении советской власти. Его поддержка вам обеспечена. Но деньги нужно искать здесь. И вот один из путей. В России есть большие художественные ценности. Картины знаменитых мастеров, афорты Рембрандта, миниатюры и гравюры 18 века, античные монеты и многое другое. То, что выставлено в залах, пожалуй, не взять. Но немало шедевров и ценностей находятся в запасниках. Надо организовать их отправку за границу. Но мы не музейные воры. А у вас есть другой путь к приобретению средств. Теперь главное. Меня интересуют сведения о комментарии. Трест должен проникнуть в комментарии. Это трудно. Трудно. Согласен. Но возможно. Если не в президиум и секретариат, то в аппаратике безусловно. Простите, пребываю вас, уважаемые. Может быть, у вас есть хоть какой-нибудь агент комментарий, а? А ну, какой-нибудь мелкий пешка? К сожалению, нет. Все наши попытки использовать острую борьбу, возникшую на последнем пятом плене Мияки, не увенчались успехом. Иначе бы я сейчас не говорил об этом. Да, комментарий, это знаете. Знаю. Но если нельзя добыть настоящие материалы, нужно их создать. Например, письмо Зиновьева, в котором содержался призыв к свержению существующего в Англии строя. Оно помогло консерваторам одержать победу на выборах. Утверждаю, правда, что это фальшивка, но ведь важен результат, господа. Не так ли? Спасибо. Спасибо. Спасибо.